добрый вечер дорогие друзья привет кто сегодня с нами будет ждем наших подписчиков и начнем говорит на очень интересные темы что сегодня мы видим что сегодня происходит в стране ждем наших первых подписчиков добрый вечер дорогие друзья все его 1 подписчик появился мы начинаем дорогие друзья всех приветствующих нас смотрят в прямом эфире то будут смотреть после всего этого после выступления но приветствуем у вас всех я думаю что сегодня мы затронем очень интересную тему насколько она будет эффективна я не знаю но говорить мы об этом будем говорить ситуация проблема в том что очень многие понимают в молдове что происходит знают как разрешить ситуацию но слух боят говорится даже я смею сказать что вот эти протестующие которые сегодня протестуют у зданий там в центральной площади пытаются попасть центральной площади города кишинева республиканский центральный дворец и у них есть немножко проблемы дорогие друзья уже шестая неделя пошла протесты и как будто с гуся вода никаких движений нет почему то что тратятся деньги или не тратятся это вопрос другой почему нет эффекта дорогие друзья а эффекта нету лишь по одной причине потому что мы кричим сегодня жест моя санду жестом спину жеста все но вместо них кому никого не приготовили понимаете в чем проблема вот допустим все хорошо сегодня вот выходит моя санду и говорит я ухожу забирая свое правительство забирать свои желтого ротиков я ухожу кого ставим место них есть у нас лидер а нету нет у нас лидера дорогие друзья я сегодня что заметил что просто избивают протестующих полицейские забирают свои автомобили и ничем они не защищены и никем тоже дорогие друзья я в митингах участвую уже наверно более пяти лет я редко когда пропускаю какой-то митинг не знаю по какой причине но вот я хочу там участвовать я с 17 года все время хожу на митинги надеюсь на то что будет лучше и никаких изменений нету и все продолжается по одной лишь причине что мы митингуем и не знаем что мы просим просим то что не нужно нам и вот такие проблемы давайте постаново поразмышляем на данной темы как должен провести вот эти протесты для того чтобы протесты прошли у нас должен быть лидер ну и ланшер пытается быть лидерами его тут нету он видит все по экрану что происходит то все равно это не решает вопрос лидер должен быть здесь на месте он должен оценить ситуацию вот и сегодняшний вот сейчас смотрю вот вот если протест стоит толпа полицейских идет толпа с народом что в бомб сталкивается полицейские имеют преимущество почему потому что не организованно а надо организовать так со четырех сторон города если будут идти одновременно на площадь столько полицейских мы не имеем и начнем не просто ждать с ними говорит о чем-то а просто напролом идем давим да и по другому так протест или митинг объявите или протест или митинг просто избивает наших ребят пару ребятам которые более горячие их избивают и никакие движения нет три друзья если мы хотим протестовать мы с вами должны создать ордкомитет первую очередь ордкомитет вторую очередь мы с вами должны назначить временное правительство временного президента и заходим со одного удара всех убираем мы должны быть готовы люди которые возьмут власть свои руки и готовы дальше продолжать борьбу а то что мы всего даже сегодня если мы что-то решим там кишиневе что-то решим кого-то прогоним кого поставим вместо них никого ставить понимаете поэтому первую очередь должен создаться ордкомитет должен создаться временное правительство должна создать должен взять на себя человек роль президента который будет исполнять вот таким образом мы должны зайти всех убрать и зайти президентуру зайти в правительстве и дальше продолжать работать а то что мы сейчас собираемся еще и орем кричим жестом это просто насмешка на свою нашу сторону это просто мы ничего не добиваемся уже шестой месяц и никто ничего не добьется таким вот образом если вы не поменяете тактику протестов значит зря вы собираете людей зря вы тратите деньги зря вы портите нервы людям таким образом ничего не решаем давайте эстафету другим людям которые хотят действительно работать в этой стране есть ребята которые хотят сегодня брать в инициативу свои руки но пока я вижу что те которые начали собирать вот эти митинги вот эти протесты они пока даже я так скажу на мой взгляд что они даже не то что помогают они даже мешают людям провести правильные протесты почему я неоднократно подходил к товарищам которые проходят проводят эти митинги я им объяснял что может вы сейчас начинаете только свои политические скажем дорожки но я его уже протоптал и я знаю и я вижу не то что такой дальнозоркий но я чувствую митинг когда она плодотворная а когда просто для того чтобы галочка чтобы еще одну провели я пытался убеждать и руководство которые сегодня организовывают вот это протесты чтобы они давали слова простым гражданам из села из города из муниципи какого-то чтобы люди говорили свое недовольствие они нет только высоте выход те же самые депутаты те же самые ораторы и люди не дают высказать свое мнение это есть очень плохо потому что эти этих лиц может они правильно говорят может они тоже патриоты я не против их но уже людям надоели те же самые лица каждый день выступать смотреть их на подиуме этого скажем митинга что мне сегодня не понравился в этом сегодняшнем митинге сегодняшнем по сегодняшнем протесте я видел полицейских которые по двое по двое полицейских забирали молодых людей и не очень молодых и пожилых тоже загружали в свои автомобили и увозили не в единственном направлении за то что люди там лозунгами или протестами выражали свое недовольствие несколько ребята не забрали считаю что они делают беспорядки также пролистая на фейсбуке я видел сегодня что как некий мужчина выходит посередине улицы и кричит слава украине украине слава и не один раз а повторять раз десять его пытается народ угомонит его пытается народ угомонит но не получается почему вот этих людей те которые сегодня пытаются здесь разжечь войну их полиция не арестовывает 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 тех людей которые сегодня пытаются защищать защиты свои права или как-то не хотят себя обезопасить и в этом энергетическом коллапсе или подобное вот этих людей вот в этих людей да сегодня полиция арестовывает и забирает их те которые сегодня разжигают войну поймите правильно что война в украине да она идет и только мы сейчас здесь лишний раз болтаем лишние слова от этого война не кончается дорогие друзья я хочу чтобы в моем стране я живу воцарен порядок и поверьте что порядок не наступит до того момента пока мы его сами не начнем соблюдать этот порядок наводит этот порядок а как мы его можем навести дорогие друзья есть я сейчас что-то лишнее проволтаюсь или еще что-то не сделаю не то даже могут меня оштрафовать там на 200-300 или полиции если там что-то сейчас неправильно выскажусь могут заблокировать меня на фейсбуке но это ничего не странно это не страшно но когда первые лица государства высказывают свое мнение и представлять государственные структуры это уже что-то где-то я не устаю вот вчера я смотрел выступление у вас рана то я он с людьми пытается уже не считаться он считает нас третьим сортом проблема у нас оказывается в молдове по той причине потому что идет в украине война да пускай идет войну в украине причем тут мы причем тут ну а я вам скажу причем потому-то тот который кормит зелинского кормите мая санду а где кормится мая сан там кормится и уладу на той понимаете о чем это есть специальное указание говорит так или иначе скажите пожалуйста дорогие молдаване те которые сегодня продолжают поддерживать пас как свое время я поддерживал что изменилось того момента как моя санду сказала что крым россия анонсировала что изменилось мы стали лучше жить что изменилось молдове после того как пошел по же грозу встретился с зелинским как моя санду поехал встретилась зелинским что они решили что-то говорить и чем мы стали жить лучше после таких встреч что дали эти встречи на ничего дорогие друзья они только сделали хуже и хуже есть такая старинная поговорка говорит не умеешь хоть умеем молчать и вам скажу дорогие друзья когда ваши заокеанские кураторы вас заставлять ехать и говорит против кого-то за кого-то вы должны заболеть все филистрики что хочешь голову ломай но ты там не должен оказываться эти против кому-то что-то говорить почему потому что после ваших тупых одномоментных высказываний страдает весь молдавский народ ничего допускаю мысль что крым анонсировал тебе какая разница ты живешь стороны тебя не трогай чем ты можешь помочь украине ты можешь только навредить своему народу как ты это и делаешь дорогие друзья нам обещали суверенитет после распада советского союза что мы вам поможем вот эти англосаксы вот это американцы нам обещали помочь что вы будете свободным у вас железный занавес и вот это железный занавес у нас ушла появилась свобода но ограниченная свобода ограниченная после того как распада советский союз мы ни один ни на одну йоту не прибавили свой экономический потенциал в республике молдова нас кормят завтраками и подачками лишь бы мы с вами ничего собственно не дали я сегодня был свидетелем никаких разговоров что вот пенсионеры говорят между собой что благодарим европу благодарим америку благодарим что вот они нам открыли дороги и наши дети подумайте сейчас наши дети поехали туда на заработки и они высылают по 200 евро нам или там поскольку тогда и мы путем здесь услуги вот медвежья услуга вот что они сделали они забрали нашу рабочую силу от нас здесь эксплуатируют у себя там за них налоги они не платят пенсию ты можешь не получит и имеют они сегодня кусок хлеба и высылает маме и вот на что мы довольствием что благодаря украине благодаря америки благодаря евросоюзу мы сегодня наши дети сегодня имеют возможность высрать там некие денежные вознаграждения дорогие друзья и вот этой женщине я задал вопрос как вы думаете вот эти деньги вам вас спасут ну вот на данный момент спасает а где ваши внуки вместе с детьми там а где ваша дочка ну там же а где ваш взят ну они развились там понимаете мы иногда приоритеты ставим не там где надо я вам сейчас приведу пример маленький может это будет неуместен но в тех домах где меньше поехали или вообще не поехали на заработки одна из сторон скандалы были до развода не доходили сегодня наша рабочая сила которая должна здесь работать и кормить своих родителей ухаживать своей за своей матери ухаживать за своим отцом они вынуждены выехать сегодня за границу потому что эти заграничные друзья нам помогают открывать на визу рабочие и вот они должны поехать зарабатывать там для того чтобы ее мать или ее отец или его не умерли с голода это есть неправильно чем лучше итальянская земля нежели земля молдавская чем лучше скажем американская земля чем нежели наша молдавская мы можем накормить всех но просто сегодня некие друзья не разрешают нам развиваться и чем хуже у нас сегодня экономика тем лучше для них почему потому что любой молдаван любой у кого-то идет вытирать любую грязную задницу в европе чтобы ему дали там 600 700 евро и им никогда не буду то что они вроде бы помогают вот скажите вот миллиардами евро приехала к нам вот во время в управление майя санду желтаротиков скажем тогда и кому из вас эти деньги попали никому это просто очередной обман для успокаивания души сегодня слышал того что дали по тысячу лет там лет там поскольку пенсионерам да может быть но эти деньги ничего не решает зима у нас ни одна ни один месяц и даже кроме этого без зимы сегодня за 4000 лей человек себя не сможет прокормить вместе с услугами со всеми это тоже очередной обман так что дорогие друзья наступает время когда мы должны собраться все пока есть еще возможность и я попрошу вот этих руководителей которые сегодня собирают вот эти большие стадионы митингов вы понимаете что избивать тот народ который вы туда привозите уже если это радикально можете выключить но вооружайте ваших людей как те приходят полицейские вооруженные как я буду драться с полицейским если у него автомат и пистолет и еще дубинка а я пойду с плювком на него что ли просто вот таким образом не сможете ничего добиться другого выхода да я понимаю что это опасно это кроли кровопролитие это будет но это будет другого если вы этого не собираетесь делать не мучьте каждый воскресенье народ приходите и отдавайте им вот эти 200 300 400 500 лет по домам и не тащите их в кишинев а если вы их уже тащите в кишинев чтобы с этого была польза или же иначе мне так кажется что вы тоже работаете не туда или не так но это мое личное мнение дорогие друзья на эту тему вот я уже с вами говорил то что я видел сегодня что произошло что происходит на сегодня с вами чуть-чуть обсудили сейчас я хочу затронуть одну тему которую не я должен его затрагивать даже затрагивать совсем другие люди те которые сейчас лучше услышат меня я думаю что они те кто должен затрагивать и сегодня не затрагивать но живут неплохо может совесть не заиграет дорогие друзья каждая война каждый конфликт имеет свою цель просто так не идет один другом а мне не нравится украинца пойду морду набью мне не нравится гагузы пойдем гагузы морду набьем в каждом конфликте есть какая-то цель давайте посмотрим план барбаросса что за цель была у гитлера гитлер хотел чтобы весь мир был арийцами чтобы все люди были чисто хронами немцы это он так хотел он прекрасно поняла что это невозможно но после этого еще крылся что он хочет взять советские земли где у нас есть газ и где у нас есть нефть вот он с одним предлогом выходит на самом деле предлогу совсем другим я громко скажу но я скажу правду те которые боятся говорит это что все вот эта война сейчас вроде который идет у нас в украине непонятно почему россия напала от кого россия защищалась очень скором времени она перейдет на религиозную почву поверьте мне на слово пока а потом сами убедитесь когда у людей кончается когда у лидеров кончаются аргументы насчет войны они обязательно втягивают туда религию я не был в украине и не знаю но по новостям слышу что там то там то церковь зажгли там то там то убили верующих там то еще что случилось это уже начинается но когда все доводы выйдут уже из под контроля вот тогда не затронут религию но сегодня уже готовится почва именно для того чтобы разжечь именно религиозную войну дорогие друзья скажите пожалуйста 1260 лет длилось темное средневековье начиная 538 года по 1798 год длилось темное средневековье пока папа римский не попал в плен скажите пожалуйста кто знает может я не во всем может я не все прочитал может я не все знаю цель какая была в римно-католийской церкви чтобы все люди поклонялись папа римскому или же все люди служили богу так как учит папа римский правильно правильно может были другие какие то эти другие какие то причины но их этих не было других причин и вот эти инквизиции которые были гонения были да все вот эти да это только для того чтобы подчинить волю человека на себя значит все они пытались именно для того чтобы открыть подчинить людей волю людей так как хотят они дорогие друзья всегда в мире существовал такое вот такое желание у лидирующих людей мира да быть властелином всего мира мы помним Навуха Доносора мы помним Александра Македонского мы помним других лидеров мы помним Цезаря мы помним много можно перечислять мы помним Гитлера но после распада Римской империи после Языческой империи стала Папский Рим и Папский Рим свою скажем финиш свой дошел до своего финиша в 1798 году так и не добившись чтобы весь мир поклонялся ему но он от своей Римской империи Папский Рим от своих идей не отказался в 29 году прошлого столетия Мусаилини соратник Гитлера вышел с такой идеей чтобы продолжать 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 гнать людей на эти тиски чтобы именно люди были такие как они хотят и мы помним Великая Отечественная война слава Богу что они проиграли сейчас то что происходит поверьте мне что это не без участия духовных лидеров мира это не без участия духовных лидеров сегодня не высказывается Папа Римский насчет украинской войны сегодня патриарх не приглашает Папу Римского чтобы встретиться и остановить эту войну Кирилл что происходит два братских народа убивают друг друга а мы на это внимание не обращаем дорогие друзья мы даже не замечаем как мы потихонечко оставляем свою веру христианскую веру я его так назову и попадаем сатанистские ловки но при этом убиваем своих сорок и своих братьев и говорим что мы правильно и делаем сегодня украинцы убивают русских правильно делают русские убивают украинцев тоже правильно делают те правильно и эти правильно люди страдают дети остаются без родителей а вот за что по сегодняшний день мне никто не сможет объяснить почему идет в Украине война вместе с Россией российско-украинская война никто конкретно на этот вопрос не ответит так что дорогие друзья напоследок хочу вам напомнить на мой взгляд думаю что это будет полезно нам понять есть такие вещи которые не от нас зависят скажем погодные условия хотя сегодня можно их тоже контролировать катаклизмы засуха еще подобные там мы бессильны но есть такие вещи которые от нас зависят но при моем красивом молчании некие злые люди превращают наш мир в сатанистское убежище это пророчество которое сейчас происходит у нас да оно условное пророчество его может человек начать также может его человек остаться это зависит от человека и чем мы отличаемся от животных когда животного ласкаешь он тоже тебе приближается когда на животного угрожаешь наезжаешь она тебя остерегается как и человек но мы с вами отличаемся с разумом мы имеем разум и должны его включить и понять когда нас красиво обманывают когда нас красиво втягивают какой-то конфликт когда нас красиво обманут и мы еще им аплодируем мы на это имеем с вами разум вот чем мы отличаемся от животных поэтому давайте мы с вами включим наш разум и все 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 свежим все все почему до сих пор понимаете дело в том что если человек убежден в одном вопросе его очень трудно переубеждать что он не прав а давайте мы все с вами на короткое время забудем что мы украинцы забудем что мы русские забудем что мы молдаване гагузи и просто постараемся трезво смотреть что происходит вокруг а вокруг что происходит некие иезуиты а кто не знает кто такие иезуиты я вам подскажу охватили сегодня весь мир и чем больше бардака тем для них лучше эти иезуиты иезуиты да могут оказаться президентом другой страны иезуит может оказаться пастором любой церкви иезуит может оказаться начальником урону розыска какой-то страны кто такие иезуиты я сейчас вам численность не смогу сказать но к десятому году к десятому году в мире их насчитывалось сто две тысячи а кто они такие это иезуиты это подданные папа римской они могут вырасти в другой стране но они будут служить интересам римской империи это я сейчас этой империи нету вот вот мы с вами часто часто мы с вами доверяем какому-то человеку который красиво говорит который научился в духовном семинаре красиво рассказывать разные проповеди рассказывать и мы говорим вот он от бога и чтобы меня переубедить что он иезуит это очень сложно потому что до сих пор этому человеку я доверял то что он говорил 99 процентов вышли правда и неужели вот это единичкой будет неправдой иезуиты они пытаются и они входят разные высшие общества еще раз говорю они могут быть президентами они могут быть премьер-министрами мне кажется что наш шаг туда дорогие друзья многое говорить не буду скажу то что я заметил давно уже еще но я не мог эту тему открыть потому что не находил для этого тему Алексей второй патриарх всей Руси когда был живым ни один иезуит ни один иезуит в его окружении не было Алексей второй держал контроль в своих руках поднимите стенограмму когда были похороны Алексея второго к нему на похороны пришло двадцать иезуитов и тогда те люди которые понимают кто такие иезуиты сказали что здесь начало конца Российской империи и мы видим что происходит сегодня во всех странах дорогие друзья напоследок скажу то вот что сегодня сегодня Америка делает все для того чтобы произошло то что я вам сейчас рассказал чтобы Папа Римский был духовным лидером всего мира это делает Америка второй зверь второй зверь поклоняется первому зверью и как они достигнут своего успеха то что сейчас происходит в Украине это нам покажется еще цветочки в Украине читал историю и знает что такое Варфоломерская ночь или если вы его не знаете прочитайте начало его и посмотрите к чему все это привело так что дорогие друзья я прошу всех включить разум понять почему это происходит как себя надо вести но хочу сказать что все вопросы решаются именно на площади в любом Римской империи было это именно на площади именно в центре собирался весь народ если одного надо похвалить их хвалили если надо его убрать убирали вместо него оставляли другого царя сегодня мы так же должны с вами собираться выйти и на мой взгляд опять таки на мой взгляд вот эта провинция должна уйти с позором не просто так а с позором с Америки пришли туда и пускай уходят до новых встреч дорогие друзья